К визажистке мне выезжать только через час, у нас рядом зоомагазин. Я вам не говорила о том, что Полина купила себе очень миленького джунгарского хомяка. Я встретилась со своей стилисткой, приятно познакомиться, мило. Ребята, эта кожаная куртка меня ждала, я уже ее померила. И поэтому прямо сейчас нам на сцену выйдет самый офигенский парень. Как я забываю, кто мы, но рядом с тобой мурашки в покой. В сети нет, короче, таксист вышел вообще, смотри, что за херня, куда мы приехали. Ну куда меня привезли? Большое поле, самолеты. Где он? Пойду налево. Андрей, ничего страшного? Гибель не страшна? Да, у меня сейчас очко заиграло, знаешь как. Секс за это. Нормальный, обеспашенный человек, просто я... У меня слов нет, просто у меня же голос сел. Всем доброе утро и огромный привет, мои дорогие. Я по вам скучала, я скучала по влогам. На фоне расправленная кровать, мои новые ноготки, которые, кстати, всем очень понравились. Ну и я с огромной радостью начинаю этот влог. Я знаю, как сильно вы их любите, у меня очень много всего нового. Я думаю, вы уже заметили, что я сейчас нахожусь в Москве, не в доме с ребятами. Почему? Потому что уже сегодня я выступаю в парке Горького на выпускном от музыки Первого канала. Естественно, я немного волнуюсь, у меня сегодня очень много дел. Я буквально час назад проснулась, мне нужно прибраться в комнате, отзаниматься спортом, позавтракать. Потом я еду в торговый центр подбирать лук вместе с моей стилисткой. Ну и вообще, за сегодняшний день должно произойти очень много всего интересного. И, естественно, я беру вас с собой. Вы так давно у меня просили влоги, и причем снимать я их должна почаще. Я признаю, 100% признаю. Поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Сегодняшний влог обещает быть очень интересным. Кстати, не только сегодняшний. Из сегодняшнего дня я вам покажу буквально небольшой кусочек, потому что завтра мой молодой человек Андрюша готовит для меня какой-то подарок. Говорит мне уже об этом целую неделю. Говорит, что куда-то мы поедем всей нашей командой. И причем не говорит куда. Говорит, я должна быть просто красиво одета, и что мне этот подарок очень-очень понравится. Я не имею ни малейшего представления, что это будет. Поэтому дожидайтесь еще в этом влоге завтрашнего дня. Мы посмотрим, что подготовил для меня Андрей. Потому что если он говорит, что я затоплю континент от удивления, то это будет что-то безбашное. Ладно, ставьте лайки, ребятки. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. А я начинаю свой влог. Желаю вам приятного просмотра. Я выступаю. Завтра меня ждет какой-то подарок. Шопинг и многое-многое другое. Мы можем начинать. Поехали. И привязать его к себе. То есть это будет подарок Карине. Вот такой вот хаос творится на кровати. Вы что, думали, я вам буду показывать свою самую идеальную жизнь? Нет. Кстати, так делают в основном все блогеры. Вот моя расправленная кровать. Приятного просмотра. Кстати, сейчас я иду снимать в свой инстаграм продуктики, которые нам доставляют для того, чтобы мы вкусно кушали всей семьей. Сейчас я вам их, кстати, покажу. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, заказываю огромное количество продуктов домой. Причем это все правильное питание. Посмотрите, тут и батончики, и ягодки, и зелень, и мясо, и рыба. В общем, все есть. Сейчас я буду снимать сториз в свой инстаграм, потому что вы все наблюдаете. Именно в моем инстаграме, чем я питаюсь, что я заказываю. Кстати, если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Ну и буду делать уборку, завтракать. Наблюдайте за всем этим под музыку. Вот такой вот у меня завтрак на сегодня. Это тунец, брокколи, помидорки и моцарелла. Очень вкусно. Пожелайте мне приятного аппетита. Также я, возможно, перекушу курагой или какими-нибудь орешками. Кофе я уже выпила. В общем, ребята, экстренное включение. Мы прямо сейчас решили дойти до магазина, так как к визажистке мне выезжать только через час. У нас рядом зоомагазин. Я вам не говорила о том, что Полина купила себе очень миленького джунгарского хомяка. Покажу, чтобы сохранять интригу чуть попозже, чтобы вам было интереснее. В общем, сейчас мы пойдем покупать новую клетку, корм, все, что нужно для хомячка, пока он находится в старой клетке, в которой раньше у меня была моя морская свинка. В общем, я сейчас одеваюсь, мы идем в магазин, а потом я выезжаю навстречу к стилистке. Мы пришли в зоомагазин. Посмотрите, сколько тут клеток. Полина останавливается вот на этой розовенькой. Посмотрите, тут всякие горки. И для хомячка маленького подойдет. И цвет очень нежный. Я такую и предлагала как раз. Правда, я не знаю, зачем вот эта кнопка нужна. Сейчас будем еще смотреть. Я еще думала вот над этой клеткой, но мне кажется, она сильно большая для одного хомяка. Не знаю, ребят, что вы скажете. В общем, выбираем. Ребятки, мы определились с клеткой. Все-таки решили взять вот эту. С лабиринтиками, с домиком. Тут хомячок сможет посидеть. Внутри клетка очень... Откройка. Атмосферная. Такая розовенькая. Как раз у нас хомяк-девочка. Очень круто. Я уже приехала в авиапарк. Ребят, вы не представляете, как я скучала по этому месту. Я взяла себе два батончика. Один скушаю сейчас с орешками. Второй с протеином, арахис и банан от Bite. Ну и как обойтись без кофе. Я встретилась со своей стилисткой. Приятно познакомиться, мило. В общем, сейчас будем ходить по магазинам. Я уже успела съесть батончик и почти допила кофе. Пожелайте нам приятного шоппинга. Ну что, ребят, оцениваем, как вам вот эти вот фиолетовые штаны. Они выглядят большими, но на самом деле очень прикольно сидят. Я взяла 34 размер, начала в последнее время поправляться и поняла, что в 34 я уже практически совсем не влезаю. Нужно заново худеть, нужно заново правильно питаться. В принципе, чем я и занимаюсь. Штаны, наверное, буду брать. Смотрите, ребят, мы пришли в Бершку. Я выбираю себе глянцевые такие лаковые штаны. Решила взять вот эти померить. Сейчас переломаю все ногти к храму собачьему. Вот эти штаны, они правда большого размера, не знаю, подойдут или нет. И вот такой вот топ а-ля корсет. Сейчас будем мерить, мне максимально неудобно. В общем, идем в примерочную. В общем, вот так на мне сидят эти штаны. Они очень хорошо облегают, ну, обжимают талию. Я их буду носить совершенно другим ремнем. Но мне они нравятся, выглядят очень прикольно. Почему-то камера передает это вообще по-другому. И вот такой вот топ-корсет. Выглядит очень круто, к тому же сексуально. Не знаю, буду ли я его сегодня надевать на мероприятие. Но мне кажется, очень стильно выглядит. Сейчас померяю вот эти штаны. Штаны очень красиво сидят. Это мой лифчик. Чтобы вы не писали об этом в очередной раз в комментариях. Смотрите. Сидят круто, но они мне очень большие в талии, как вы видите. Размера меньше нет, поэтому я их не беру. В общем, ребят, я купила те самые штаны. Еще взяла топ, который как корсет. Так как мы еще полностью образ не подобрали, я предложила Амиле заехать вместе со мной домой, чтобы мы подобрали нормальный образ. Возможно, из тех вещей, которые я купила. Или же просто те вещи, которые лежат у меня дома, но я их редко ношу. Или можно из них придумать какой-то суперский стиль. Поэтому сейчас мы еще чуть-чуть походим по магазинам. И поедем домой подбирать образ из-за тех вещей, которые у меня есть. Ребята, эта кожаная куртка меня ждала. Я уже ее померила. Стоит, правда, на 25 тысяч, но это дизайнерская, офигенная. Точно в такой же раскраске еще нигде не найти. Она просто офигенская. Я прямо сейчас покажу, как она сидит на мне. И мы уже именно под эту куртку будем подбирать мне лук. Внимание, ребята, всем привет. Блин, она просто бомбезная. Огромного размера. Она очень круто выглядит. Сидит, офигенско сидит. Слушайте, я влюбилась. Мне очень нравится. Вот именно в ней я сегодня буду выступать. Как вам? В общем, ребята, мы подобрали охеренный лук. Сейчас посмотрим, как он сидит на мне. Ну что, как вам? Вот такая вот красотка. Офигенные штаны. Офигенный топ. Суперская куртка. И стиль офигенский. На мне еще будет очень высокий хвост. Красивый, прекрасивый макияж. И ногти максимально подходят под этот стиль. Максимально. Как вам такая, Карина Аркелян? Поездка домой выбирать лук отменяется. Почему? Потому что мы нашли все в Тренд Айленде. Ребят, офигенную куртку, офигенный топик, офигенные штаны. Плюс, если я надену ремень, это будет в миллионы раз красивей. Мы сейчас идем искать красивые аксессуары. У меня вот такой вот огромный пакет. Я его еле тащу. В общем, настроение чудесное. Я уже знаю, как буду выглядеть сегодня. Макияж будет максимально яркий, поэтому совсем скоро я поеду домой и потом на макияж. И на прическу. Так как у куртки серебряные застежки, мы решили взять вот такие вот огромные кольца. Это серьги. И вот такая вот цепочка. Офигенская просто. С учетом того, что у меня будут собранные волосы, это самый лучший лук, который я когда-либо надевала на себя. Так что я иду покупать эту прелесть. И еду домой. Зеки, я уже дома, потихонечку готовлю свой лук. Сейчас я переодеваюсь и хочу сказать одну очень важную штуку для вас. Да, мой словарный запас офигителен. Как я буду выходить? Покажу вам лук в зеркале. И оставшийся день, мое выступление и все остальное я буду снимать на телефон. Почему? Потому что камеру брать очень неудобно. Она не помещается в мою сумку. Сама по себе достаточно тяжелая. И я уверена, что если я ее возьму с собой, то в течение этого дня я ее где-то потеряю, потому что дел очень много. Надеюсь на понимание, качество немного изменится. Но телефон у меня неплохой, поэтому думаю, что вы сможете посмотреть под музыку мое выступление. Все остальное снято на телефон. В общем, приятного просмотра. Вот так вот, мои дорогие, я выгляжу без куртки. Цепочка, браслетик Пандора. Моя любимая сумка. Белая обувь. Милка там ходит. И сейчас надену куртку, покажу вам, как я выгляжу в ней. Ну и вот такой у меня образ с курткой. С офигенской курткой. Мне очень нравится. Она такая прям большая. Круто дополняет образ. С этого момента я буду снимать все на телефон. Поэтому, ребятки, я вас предупреждала. Смотрите, вот мне очень нравится, как я выгляжу. Ну и я выезжаю. Снимаю на телефон. Ребятки, ну что, слушайте, я не могу сказать, что меня устраивает качество и вообще, как бы, снимать на телефон, но мне уже выдали бейджик. Вот так вот он выглядит. Аракелян Карина. Мне сделали офигенную прическу, крутой макияж. И я еду на каре к сцене. Я так понимаю, к сцене же, да? Да. К сцене. Вот. Сейчас будем репетировать речь. В парке очень красиво. Не так много народу. Все очень строго, все по бейджам. Вот. Поэтому едем. Настроение чудесное. Посмотрите, кто ко мне прирыгал. Как я забываю, кто мы. Выпуск 20-20. Хэш-эк не забывай. И поэтому прямо сейчас нам на сцену выйдет самый офигенский парень, который записывает не только мега-популярные видео, но и крутые песни. И он все-таки дождется ваших аплодисментов, дорогие мои. В общем, ребят, мероприятие закончилось. Мы все перемерзли ужасно. Мне очень холодно. И я безумно надеюсь, что я не заболела. Помните, я вам говорила, что у меня с ушами проблема? Что мне нельзя типа переохлаждаться, а то у меня будет отит. Так вот, у меня... Я уже чувствую, что стреляет ухо. Не знаю, что насчет завтра, но мне реально очень холодно. У меня кожаная куртка. Из-за нее еще холоднее. В общем, я просто схожу с ума. Мы всем отрядом нашим The Angels Home выходим. У меня просто язык уже даже заплетается, ребят. Я реально не могу. У меня слов нет. У меня даже голос садится, чтобы вы понимали. В общем, все. Я еду домой. Всем доброе утро, ребят. И я, знаете, что я вам хочу сказать? Я не люблю, когда организация на не очень хорошем уровне. Это я могу сказать по поводу вчерашнего мероприятия, потому что я там, ну, просто очень сильно перемерзла. Мне было безумно холодно. Не организовали даже никаких батарей. Хотя обычно в гримерках на подобных мероприятиях они стоят. Даже были удлинители. Я ужасно перемерзла. У меня чуть ли не заложило уши вчера. У меня лопнули капилляры. У меня болят безумно глаза. Меня вчера со всех сторон передуло. Тем более я была в кожаной куртке. В общем, я вам это все рассказывала, когда снимала на телефон. Ну и сегодня у меня день обещает быть тоже очень интересным. Потому что Андрюша Нойлс, мой молодой человек, готовит для меня какой-то странный подарок. Я не знаю, что это. Но сейчас за мной выезжают девочки из дома. Я крашусь, собираюсь. И мы едем три часа. Хер знает куда. В общем, сейчас я собираюсь, крашусь. Посмотрим, что для меня подготовил Андрей. Это будет долгая дорога. Вечером у меня еще в 18.00 прическа и макияж. И я еду в клуб. Я еду в клуб. Это прекрасно. Господи, как хорошо, когда у вас супер-мега доверительное отношение с парнем. И нету никакой, я извиняюсь, мозгоебли. Так, я сделала макияж из-за того, что у меня лопнули капилляры у левого глаза. Да, как бы это странно ни звучало. Я не могу красить их тушью. И у меня то ли конъюнктивит, то ли ячмень. У меня вот тут дико болят глаза, когда я к ним прикасаюсь. И сверху уже потихонечку начинает все опухать. Я должна была вообще сегодня не делать никакой макияж. Сделала хотя бы нюдовые вот стрелки и такие вот базовые стандартные тени. Сейчас пойду одеваться, ко мне уже девочки подъезжают. Очень странно себя чувствую. Еще вчера, блин, на меня ветром подуло нормально так. В общем, одеваюсь. Все, ребятки, я выхожу. Вот такой вот у меня лук на сегодня. Надела свои Dolce & Gabbana, которые у меня малы. Но я их ношу очень-очень редко. В крайних случаях они мне сегодня под лук подходят. Вот так вот я выгляжу в курточке. Вся на ярком стиле. Все девочки меня уже ждут, поэтому я выхожу и выезжаем. Ехать три часа, да? Прекрасно. Ребята, всем привет. И вы не поверите, что сейчас происходит. Я приехала за Кариной, чтобы сопроводить ее на ее сюрприз, который подготовил ей Андрей. Если честно, я волнуюсь, мне кажется, очень сильно. Это будет просто потрясающе. Это будет шикарно и очень красиво. Как вы поняли, это сюрприз. То есть Карина не знает, куда мы едем, что мы там будем делать. Я думаю, она очень переживает. Так что давайте узнаем у Карины вообще ее впечатления. И мы сейчас с ней поговорим. Настроение вообще не понимать, куда тебя сейчас повезут, что будет происходить. Ты не говорила на камеру еще? Я еще не говорила, что это. О, боже мой. Давайте я подпишу вот тут вот на экранчике, что это будет, чтобы, ребята, вы уже догадывались, какой сюрприз готовится. Потому что под конец я пойму и когда буду монтировать тоже. Но это трэш, самый настоящий. К нам сейчас, я так понимаю, должна подъехать машина и ехать нам три часа, да? Да. Чудесно. Прекрасно. Шесть часов на дорогу туда-обратно. Посмотрим ради чего. Карин, ну что, мы уже подъезжаем? Как у тебя вообще хочется? Подъезжаем. Слушай, ну судя по местности, это будет что-то такое. Возможно, деревенское. Или будет, я не знаю, какая-то деревня, поле. Что-то такое. Потому что местность такая, свободная. У меня она с чем-то таким ассоциируется. Но я не знаю даже с чем сравнить. Знаешь, как будто что-то такое прям романтичное, красивое. Может быть, это будет когда свидание, да? Может, это будет съемка какая-то. Ну понимаешь, если бы это было свидание, то я думаю, вся бы наша команда не поехала бы. Понимаешь, свидание же оно обычно наедине. А тут все готовят, все что-то снимают. Значит, это будет что-то прям пушечное. А ты переживаешь какие-то свои эмоции? Я переживаю. У меня тревога внутри. То есть у меня вот так, как я ребятам всем своим говорю. И из дома, и вообще как бы. Клянская чуйка. Да, Ракелянаская чуйка. То есть я реально не чувствую, что что-то сейчас будет такое безбашенное. Тем более мне Андрей давно как бы говорил, что он что-то такое готовит. И он знает, что я боюсь чего-то такого экстремального. Но судя по местности, я надеюсь, меня не заставят там, я не знаю, на ракете слететь в космос. Знаешь, все может быть, я тебе не буду говорить. Я уже знаю, я очень переживаю. Да и зрители знают, зрители тоже знают. Я же им написала буквально пять минут назад в одном из кадров. Вот я думаю, мы уже подъезжаем, осталось буквально пять минут. Но посмотрим, посмотрим, кто будет, что там будет. И мне интересно. Ребят, куда мы приехали? Короче, уже подъезжаем. И тут как бы это, внимание, свалка мусора запрещена. Штрафа нет, но... Ну это чтобы все поняли, да, куда приехали как бы. Тут, как видите, мы должны сейчас свернуть в лес. Очень странно все выглядит как бы. И я уже начинаю немного пугаться. Куда меня везут, ребята, я не понимаю, что происходит. Все, ребята, у нас начинается истерика. Мы едем вообще без дороги. По какому-то ужасу. Везде ямы, везде какой-то кошмар. Мы пытаемся проехать. Вообще фиг пойми куда. Я не пойму, успею я, не успею вообще до центра сегодня доехать. Как мне выходить? Как мне сюда вызывать такси? Где, м***ь, вообще, что происходит? Сети нет, короче. Таксист вышел вообще, смотрите, что за херня, куда мы приехали? Ребят, посмотрите, что происходит. Мы вообще тупо в какой-то чаще. Тут клещи, капец, слендермены бегают. Короче, ребят, мы едем обратно. Мы свернули не туда. Не знаю, как мы выйдем из этого леса. Внимание, летно-испытательный комплекс. Я, конечно, дико извиняюсь, но куда меня привезли? Большое поле, самолеты. Я заканчиваю влог, всем пока. Спустя три часа мы все-таки доехали до какого-то лета. И вот на испытательного комплекса. И что-то мне подсказывает, что все это будет связано с парашютами. Прямо сейчас я стою на фоне поля. Я уже поняла, что это будут прыжки с парашютом. Меня трясет, у меня прям паника, потому что Андрей, он боится высоты. Он очень боится высоты. И я не понимаю вообще, какого хера и что я тут забыла. У меня трясется голос. Мне очень страшно, потому что я ему сама недавно говорила, что я тоже боюсь высоты. И что в жизни я никогда не решусь прыгнуть с парашютом. Но я реально, я не знаю, что происходит, потому что мне вроде не говорили, да? Типа меня не готовили ни к чему. Мне через час нужно уже уезжать. Я не представляю вообще, что здесь будет и как. Я не понимаю вообще, где Андрей, что происходит. Сейчас буду разбираться. В общем, я так понимаю, Андрей собрался прыгать с парашютом. Я его еще не видела. Я не понимаю вообще, что происходит. Там впереди очень много народу. Все пялятся. Меня просто волнует, что Андрей боится высоты. Вот этого я не понимаю. Он будет прыгать или... Я вообще ничего не понимаю. Я, Андрюша, но перед совершением прыжка понимаю, что парашютный спорт связан с повышенным риском получения травм в вече гибели. Это не смешно. Андрей, ничего страшного? Гибель не страшна. Ну да. У меня сейчас очко заиграло, знаешь как? Как никогда не играло. Я боюсь высоты. Единственное, что я в жизни боюсь, это высота. Я сейчас типа с него успокоил и настроил на то, чтобы не бояться. Но сейчас я веду слово гибель, блядь. И слово гибель мне не радует. Девушке сделаешь просто подарок. Слово гибель, блядь. И что? Можно сделать тебе с гибель. Я готов ей жизни дать. Вот и все. В общем, ребят, прошел где-то час. Я не знаю, где Андрей. У меня очень странное настроение. Я за него безумно волнуюсь. У меня какая-то паника, потому что я не понимаю, где он, что он. Мне никто ничего не рассказывает. У меня прям реально какая-то, блин, истерика. Я реально не понимаю, где он. И все ребята сидели еле, короче. Я просто в меня, ну, ни кусок не лезет. Я попыталась посидеть с ними. Хотя бы что-то съесть, но просто не могу, ребят. Настроение странное. Странное. Сказали, что вот-вот произойдет то, что меня супер обрадует. Но я волнуюсь. Я просто не могу. Я не знаю, что это будет. Андрюша, Нойлс, детка. И я иду перебарывать свой страх высоты. И мне это определенно нравится. В общем, ребята, сейчас экстренное включение. Мы ведем Карину. Сейчас это будет, это произойдет. Она вся на нервах переживает. Ее надо... Ребят, вы нахера вот это все затеяли? Нас сейчас ведут. Мы идем за мужчиной. Поле. Я так понимаю, он прыгать будет, типа. Где он? Твою мать. Вы что, придурки? Это типа сюрприз такой? Пойдем, пойдем, малышка. Все будет нормально. Вы ненормальные, что ли? Даша, он высоты боится. Вы что, ненормальные, что ли? Ребят, он же высоты боится. Вы что, ненормальные, что ли? Все нормально. А, делать, дарать. Вы придурки, что ли? Это который самый ближний сейчас к нам, да? Да. Вот сейчас Витик, который вращается. Да, да, да. А что он вращается? Остроение у него подходит? Ага. Вот, нести. Вот, слышите, как он у вас орет? Вот, бегом к Сергею подходим. Господи, вы что, ненормальные? Эти ребята, он, ***, ненормальный, проведайте. Ребят, надо ненормальный. Смотри. Секс, 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 секс. Твою мать, секс, секс. Дай мне петлю. Где Карина? Ты должна быть зетой здесь. Карина, я ничего не вижу. Андрей, ты что, придурок, что ли? Нет. Короче, ты же знаешь, типа, у меня с фобиумом. Блядь. Как нас садят у мешка у тебя, типа. Типа, это младший Нойл, который полетал со мной. Секс, 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 секс. Где камера? Видели, видели, как я летел? Это, вот, поэтому сюда тебя... Блядь, ты ненормальный. Секс. А вы слышали, как орал? Я, ***, как орал. Ух. Ты ненормальный, ты зачем? Ну, типа, я хотел перебороть эту ***, эту фобию. И что будет тут, если это будет с мешкой, который тебе твой? Ну, типа, тут энергия моя сексуальная. Типа, ну, а, блин. Просто ненормальный. Я сейчас тебе расскажу, как я это чувствую. Это такой секс. Мне не взяли? Я хочу еще. Не хочешь прыгать с парашюта? Нет, не хочу. Давай прыгаем. С папой договоримся. Договоримся с папой. Нет, нет, нет. Секс, давай. Нормальный, я безбашенный человек. Просто я... У меня слов нет. Просто у меня же голос сел. И, короче, когда мы прыгнули, у меня дают держать эти две штуки. Я говорю, нет, типа, я Нойлз. Мне нельзя их держать. Типа, нет. И, короче, я когда начал их тянуть, она пошла в другую сторону. И я думаю, что, ***, типа, упали. Ты ненормальный. Иди сюда. В общем, ребят, я уже где-то два часа еду домой. Не то, чтобы домой. Сначала в салон, а потом домой. На улице закат. Очень круто светит солнышко, поэтому, возможно, освещение будет меняться. Андрей взял машину у нашего общего друга, поэтому сегодня он обещал довезти ребят до дома, где мы, как бы, в данный момент живем. Но я сейчас нахожусь в городе, в Москве. Совсем скоро уже поеду вот в наш дом, где мы снимаем контент. Я думаю, что этот влог и так получился супер-мега насыщенным. Я сейчас поеду в салон на макияж, потом в клуб. Завтра, возможно, тоже у меня будет интересный день, но ничего такого особенного не планируется. Если же вы хотите видеть влоги на моем канале как можно чаще, то обязательно напишите об этом ниже в комментариях. Я еду вся с такими прям эмоциями, Мишка на заднем плане лежит. И, знаете, у меня настроение сразу так поднялось. И Андрей, спасибо тебе большое, конечно, ты мне поднял настроение, так сказать. Он переборол свой страх, ребят, чтобы вы понимали, он боялся высоты. Поэтому у меня была такая истерика, я за него волновалась. Человек реально обеспашенный, человек, который не ставит себе никаких, так сказать, преград. Просто появилась у него мысль спрыгнуть с парашютом, сделать мне подарок. Он спрыгнул, поэтому это видео обязательно достойно вашего лайка. Не забывайте еще подписываться на мой инстаграм, потому что туда я выкладываю очень много спойлеров о своих новых роликах. Ну и, наверное, на этом моменте я закончу свой сегодняшний влог, потому что, ну, блин, он реально получился суперинтересный и насыщенный. Это были два дня из моей жизни. Спасибо вам огромное за просмотр. С вами была Карина. Если вы хотите больше влогов, пишите в комментариях. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok